Ребят, вот задание у вас, задание в ринге. У вас хоть сказать, алло, алло, вольно, но много передней рукой и заставить себя, заставить себя не просто подраться, а заставить себя не оставлять без ответа ни одного удара. Один удар, значит, ты два удара. Два, значит, ты три. Ну, минимум один на один. Заставить, понятно себя? Да, дистанция и много передней руки. Заставить, чтобы ваши паузы были минимальны. Максимум три секунды. Пожали руки. Время. Бокс. На мешках работать сильно, долго, с упором и с ускорением. Где ответ? Где? У тебя два удара было. Смотри, Ренат, ты стоишь на месте и пытаешься качать корпусом. Он тебя даже уже не третьим, а вторым ударом достает. Ноги должны работать. Тогда ты уходишь с положения. А ты на месте, встал, пытаешься, он стоит, он спокойно тебя достает. Ты чё? Давай. Во-во-во-во-во. Ренат. Ренат, ребят. Вот хорошее у тебя движение. Пытаешься, но опять нет ответа, не получается, да? Потому что что? Ты опять скачнул-качнул сюда, и руки отпускаешь. Ну, сделал ты движение вот тут. Ты назад, ты наоборот, к нему должен подкачиваться. Он сам увидишь, будет уходить. К нему подкачивайся, но мягко, мягко. Оп, ускорение должно быть перед ударом. Тогда ты не сможешь его достать, а впереди. А когда ты в одной скорости... Раз, два... Он с такой же скоростью просто уходит назад. Давай, 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 давай. Сделай ускорение на раз. Качай. К нему качай, качай, качай к нему. Во! Уже по-другому. Руки! Руки, Ренат, себе! Держи! Посади его наоборот. Стой! Посади его наоборот, на переднюю ногу, на переднюю руку посади. А ты наоборот становишься вот так. Дальше ногу, дальше руку переднюю. Ну давай, Катюша, руки на голову, лоб фронтальный. Катя, ты опять вот так становишься уже. Поэтому вот, вот это движение. Встань по-фронтальной, работай, руки к себе, руки! Не стоять, не стоять! Наоборот, не садись под него, встань выше! Чего ты под него гнёшься? Отвечать! Ренат, головой лезешь, головой, не лезь! Брена! Вот два раза получилось, даже три. Получилось? Тяжелее стало, когда он стал речи делать. Пойми. Спросась это. Даже просто ты работаешь корпусом, у тебя кулаки летят, они где-то вскользь, ещё что-то. Но ты не стационарен, как мешок, который стоит. Висит точнее. По нему видал, как долбят? Если бы он не висел, он бы упал давно. Понимаешь? А ты не мешок, поэтому здесь работай, корпусом руками здесь. И опередить ты можешь противника, только ускорившись. И тогда он за тобой уже не успевает. Потому что это ты ускорился. Ты качнул. И сколько проходило, получил пару раз. Правильно. Ты высокий. Как только ты начинаешь вот сюда наклоняться под него, у него вот эта ошибка есть, он качнул, качнул и руку. И начинаешь что? Бить, опуская руку. Ты же сюда качнул, ну и вставай плечом обратно. Тебе надо выйти на эту линию фронтальную. А ты качнул сюда, и начинаешь отсюда бить. И что происходит с тобой? Ты стоял, вот этот наклон сюда, он оттуда тебя и бьет. Ты высокий, длиннорукий, наоборот вставь. Нафиг тебе с ним двигаться даже. Встал, вот от тебя кидаешь кулаки. Прям вот оно движение. К нему прижался. Не надо наклоняться с низкими. Ни в коем случае. Наоборот сюда, шагнул к нему. На него ля, ложись. А ты перед ним ложишься. Понятно? Уже интереснее. Естественно, ещё раз говорю. Первый удар, ну, левый. Ты передней рукой работаешь. Не надо тебе постоянно, невозможно всё время по голове бить. Ну не встанет он, не будете гонкой. По рукам, по локтям кидать. И твоё сокращение. Вот ты кинул кулак ему в руки. И качнул. Это уже ускорение. И пошёл тут. Всё. Ты своим вот этим ударом уже его внимание привлёк вот к этой атаке. А тут ты в сторону ушёл. Понимаешь? То есть ты за своим же ударом, мало того сократил дистанцию, ты и спрятался за него. По рукам, по локтям. Понятно. Всё, молодцы. Пользуй.